Дмитрий Нечаев И даже, наверное, впереди медиков И здесь важен не только медицинский аспект Может, кто-то читал актуальную ныне книгу знаменитого французского детективщика Франко Телье Она называется «Пандемия» Где он, ну, сознанием вопроса утверждает, что, цитирую «убивает не столько агрессивность вируса, сколько неизвестность, помноженная на панику и страх, который она порождает среди населения» Вот именно мрак невежества сегодня приносит немало бед, усугубляя и без того непростую ситуацию Наша задача – рассеивать его В минувший четверг в прямом эфире канала «Россия-24 Тверь» губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал об эпид-ситуации в регионе Число заразившихся за сутки уже перевалило за 120 человек А тут еще сезонные простудные заболевания, которые серьезно, конечно, осложняют течение болезни Однако губернатор заявил, что регион справляется с ситуацией И резервов медицинских коек у нас хватает, и лекарств, препаратов Что же касается особенностей осенней пандемии коронавируса, то чаще стали болеть люди старшего возраста 60% пациентов с COVID-19 старше 50 лет Четверть заразившихся – это жители от 30 до 50 лет Ну и дети болеют, к счастью, реже – около 10% от числа пациентов с COVID-19 Еще об одной резонансной теме, которой также в эфире «Россия-24» коснулся глава региона Игорь Руденя Сейчас идет корректировка проекта северного обхода Твери В том числе прорабатываются новые варианты пути пересечения с другими автодорогами По его словам, сейчас все четко выверяется, чтобы не нанести ущерб людям, у которых там есть недвижимость Власти стараются максимально отнести трассу от населенных пунктов, коттеджных поселков Проект является большим вкладом в развитие региона, ответил Игорь Руденя Но самое главное – не нанести урон нашим гражданам, сказал губернатор Ну и добавил один примечательный момент, что помимо жителей, у которых там есть жилье Ряд земель скуплены спекулянтами, желающими сорвать куш на строительстве северного обхода нашего города Это очень непростая тема, которая возникала и в других ситуациях Например, когда решался вопрос о переносе взлетно-посадочной полосы Мигаловского аэродрома Ее, как известно, пока так никуда и не перенесли А вот небесные тяжеловозы по-прежнему летают над городом, едва не чиркая своими дюралевыми брюхами за крыши домов Так, чем еще запомнилась нам уходящая неделя? Давайте бегло Члены Комитета по аграрной политике Законодательного собрания Тверской области провели судьбоносное, хочется верить, заседание На котором рекомендовали правительству Тверской области активизировать работу по вопросу организации работы с животными без владельцев Объясню по-простому Попросили региональное правительство поскорее уже поручить госветинспекции построить в регионе еще четыре приюта и выделить на их работу денег Ну а построенный по инициативе нашей городской думы Тверской приют тоже передать подведение госветинспекции, чтобы он наконец-то уже начал работать Скорее его уже хочется добавить Еще есть события недавних дней В Твери продолжились рейды по кальянным и разного рода рюмочным В большинстве проверок принимал участие депутат областного парламента, руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта за честную и эффективную экономику Олег Лебедев Он сообщил нашему каналу о выявленных нарушениях в работе ряда названных заведений Они все запротоколированы и переданы в правоохранительные органы Также объектами проверок стали несколько банных комплексов Об этом мы рассказывали в нашем эфире совсем недавно Суть проблемы в том, что при высоком спросе на услуги муниципальных бань У значительной части нашего населения ряд этих объектов либо находится на затяжном ремонте, либо частично используется не по прямому назначению Да и качество услуг, санитарное состояние действующих объектов нередко вызывает обоснованные нарекания Ну что тут сказать? Соблюдение гигиены в наше время – это жизненно необходимые условия На этом давайте пока поставим многоточие и переведем дух впереди выходные Проведите их в безопасных местах, соблюдая все меры предосторожности Чтобы цифры инфицированных ковидом как можно скорее пошли на спад С вами был Дмитрий Нечаев, всего доброго и до встречи